Всем привет! В этом видео мы начинаем знакомство с языком Python. Моя цель изучить Python как вспомогательный язык для того, чтобы читать какие-то программы, написанные на этом языке, которые идут не основными и идут встроенными с другими, скажем так, программами. Например, для перемещения каких-то файлов, упаковки, сжатия, для каких-то, не знаю, автоматизаций, процессов. В общем, моя цель именно такая. Если вам интересно, то давайте изучать вместе. Итак, вообще, если вы не знакомы с программированием, то желательно посмотрите какой-то из более базовых курсов по программированию. Например, у меня хороший курс по C-Sharp, в котором основные концепции программирования разобраны детально. И после этого вы можете уже быстро и бегло посмотреть, например, на язык Python. Итак, что такое язык Python? Он был разработан в далеком где-то 89-м году от бывшего инженера Google Гвида Ван Россум. Изобрел его и назвал в честь его любимого ток-шоу, вернее, не ток-шоу, а комедийного шоу «Монти Пайтона», «Летающий цирк Монти Пайтона». Но также изображают логотипы этого языка как Python в виде змеи тоже. Окей, это интерпретируемый язык программирования, то есть он не компилируется заранее под конкретные, скажем так, процессоры и операционные системы. Он компилируется по ходу выполнения, построчно фактически. Но также, например, в версию языка 3.13 хотят добавить JIT и в дальнейшем тоже его пытаются добавлять. Поэтому он будет намного быстрее, чем он есть на самом деле. Да, Python медленный, он в десятки раз медленнее других основных языков программирования. Но это, наверное, временно и он будет меняться. Также Python занимает много оперативной памяти. Программы на этом языке, когда вы пишете, они много занимают, не сильно оптимизированы, скажем так. Но они могут запускаться фактически на любой операционной системе, где есть интерпретатор Python. То есть интерпретатор, по сути, это сторонняя программка, которая написана другими, скажем так, программистами, создателями языка. Когда вы интерпретируете ваш код, то есть вы написали ваш код, ваш код через этот интерпретатор подстраивается под какую-то систему и уже потом выполняется. То есть интерпретатор как бы читает промежуточный ваш код, но он промежуточный и фактически выглядит как обычный код. Окей, если вам пока что непонятно, то ничего страшного. Давайте ехать дальше. Итак, Python, он интерпретируемый. Это значит, что все ошибки, которые могли быть выявлены на этапе компиляции, как в других языках, здесь они не будут выявлены. Если ваша среда разработки недостаточно умна, чтобы заранее предсказать что-то, то вы словите ошибки в рантайме. Зато этот язык очень быстро запускается и, скажем так, вы не тратите время на лишнюю компиляцию. И в других языках, например, в C++ это очень медленно и долго и больно, пока оно все скомпилируется, особенно если большие проекты. Окей. Чем хорош Python? Он довольно, скажем так, простой. Ну, довольно простой это условно. Конечно, он сложный, но в нем постарались убрать лишние, скажем так, языковые конструкции. И это заметно во всем. Стараются его упростить. И это действительно помогает отвлечься от всего сложного, что есть в программировании, и больше сосредотачивать свое внимание на самой программе. Окей, мы об этом поговорили. Давайте, давайте перейдем к тому, где это все взять. Вам нужно устанавливать интерпретатор для того, чтобы запускать программы на Python. Но потом их, конечно же, можно сконвертировать, скажем так, в какие-то исполняемые файлы, например, в .exe файлы, и вместе с вашей программой ложить интерпретатор туда, например, так. И вы можете выполнять эту программу у себя на какой-то операционной системе. Окей, что вам нужно для разработки на Python? Вам нужно зайти на сайт официальный и скачать какую-то последнюю версию Python. У Python было несколько версий крупных, например, вторая версия, которая очень долго жила, но потом параллельно также жила и третья версия, когда она появилась. А в 2008 году появилась третья версия, и они как бы со второй версии параллельно развивались. Но в один прекрасный день с версии 2.7, по-моему, сказали, что уже желательно все свои проекты переводить на третью версию, поэтому версия 2 считается как бы деприкейтед, и все разработчики разрабатывают на третьей версии. Окей, это так мы посмотрели. Вам нужно скачать эту штуку. Еще забыл сказать, что основной язык программирования, на котором написан Python, является C. То есть есть такой C Python, как бы основа Python. Есть, конечно, и другие языки. Давайте сейчас поговорим, что вообще это такое. Представьте себе язык C, к которому программисты написали много различного кода. И этот код они как бы дали вам в виде библиотек. Потом другие разработчики, например, написали язык программирования, такой как Python, используя различные языковые конструкции, которые помогают просто обращаться к этим библиотекам, например, написанным на языке C, и удобно их использовать. То есть вместо длинных языковых конструкций использовать более короткие языковые конструкции. Вот это и есть, например, C Python. То есть, другими словами, вы все-таки используете более быстрый язык, такой как C, когда вы выполняете свою программу. Но опять же, чтобы ваш код конвертировался в тот код, который потом запустит язык C, вот это нужно время. Есть и другие реализации, например, Jyton, который используют под капотом Java. Или есть для C Sharp подобные аналогии, для языка R и так далее. О, вот. Надеюсь, я ничего не перепутал. Я могу в чем-то совершить ошибку, но если вы знаете что-то лучше, поправьте. Окей. Также здесь интересно, мы видим, когда будет конец поддержки, например, для языка 3.12, которая сейчас у меня актуальна. Конец поддержки, 28-й год. Интересно. Окей. А после того, как вы скачали, не забудьте при установке поставить галочку Add Python to Path, которая добавит вам этот Python в переменную среды для того, чтобы можно было потом легко находить ваш интерпретатор. Окей. Дальше для работы вы можете скачать Visual Studio Community или PyCharm. PyCharm использует... Там есть несколько версий. Community, она бесплатная, по-моему. Да, она бесплатная, но там нет инструментов для работы с вебом и некоторых других. Либо вы можете установить Visual Studio Community и давайте здесь покажу несколько настроек, чтобы вы знали заранее, где что можно достать. Вот. При установке Visual Studio вы можете установить разработка на Python и здесь есть веб поддержка в Python. Вы можете нажать галочку и вам будет доступна поддержка на разработке Django, Flask и других фреймворков. Вот. Можно даже поставить вот эту галочку, которую вам установит сам Python вместо того, чтобы его скачивать. Но здесь версия 3.9. А вот. Out of support. Интересно. А у нас стоит 12. Ну окей. И после этого можно начинать творить. А здесь, если вы установили PyCharm, то у вас должно появиться собственный Python, который в PyCharm. А вот. Если он не появился, то нужно поискать. Здесь можно добавить новый интерпретатор и выбрать, например, локальный интерпретатор. Здесь у вас говорится, откуда вы его хотите подтянуть. Например, системный какой-то. У меня еще есть 2.7 Python, который мне нужен. Можно его там найти, поискать. Еще где-то. Вот. Выбрать путь, куда вы установили Python. В общем, здесь должна быть версия Python. Окей. И давайте начинать. Мы быстренько повторим, что здесь есть. Здесь обычный пример. Например, функции. Вот. И ключевое слово if. Конструкция, которая говорит, что если name равно main, тогда мы запускаем вот эту функцию. А у нас вот этот name, вот эти штуки, они как бы системные, системные переменные, которые себе что-то содержат. Мы их когда-то потом разберем. Здесь просто показано что-то, чтобы что-то показать. Вот. Но мы пока не будем обращать на это внимание. Можем запустить, посмотреть на первые две строчки. Вот первые две строчки. Даже на первую строчку, потому что вторая относится дальше к коду. Я хотел еще показать, как быстро все запускается. То есть, моментально вам не нужно компилировать. Вот. Это прекрасно. Окей. Давайте уберем и посмотрим на что-то более простое для начала. Вот так у нас выглядят комментарии. То есть, они такой решеткой обозначаются. Либо можно сделать многострочные комментарии вот такими тремя штучками. Окей. Python прекрасно, что нам не нужно писать конкретный тип данных. Он определяется сам. И вариант написания snakeCase. То есть, через нижнее подчеркивание мы отделяем несколько слов между собой. В данном случае сюда подставится тип integer целого числа. Вот. Также в Python можно подставить тип plot. Например, тип string. И он сам определится. Но в Python не строгая типизация, как таковая, а утиная типизация, в которой мы можем взять и после числового типа в эту же переменную присвоить строковый тип. Давайте выведем. Через print можно что-то выводить. И мы вывели здесь 6. Number 2. Потом мы вывели some number. Я думаю, здесь тоже все понятно. Давайте дальше. В Python можно объявить три переменных и сразу им объявить разные типы данных. И они будут вот так сами, скажем так, присвоены. Прекрасно, что в Python не нужно писать типы. Можно сразу сосредоточить свое внимание на конкретной программе, на том, что важно, на бизнес-логике. Вот. С одной стороны, это хорошо. Также в Python не нужно писать точку запятой. Давайте попробуем написать. Оно выполнится, но оно подчеркнет, что это не обязательно. Также оно подчеркивает, что мы можем реформатировать файл. И у нас рекомендация по реформатированию относится к PEP8. PEP8 это набор правил. Это как бы главный документ Python, как правильно писать код, чтобы его легче читать, скажем так. То есть это просто набор правил для Python, самый основной. И здесь говорится too many blank lines. Слишком много пробельных линий, скажем так. Давайте реформатируем, и оно уберет лишние пробелы. И будет лучше. То же самое здесь сделаем. Можно весь файл сделать через ctrl-alt-l. Вот. Окей. Здесь мы посмотрели. Давайте это уберем. В Python можно константы записывать с большой буквы. То есть с больших букв. Они никак не семантически не отличаются от обычных переменных. Вот. Но так принято записывать для того, чтобы их как-то отделять. Вот так выглядит список. Это фактически массив, но который может как бы дополняться. То есть он список. Так, через ключевое слово type можно узнать тип данных. Если мы запустим, мы узнаем, что это тип класс list. Окей. Дальше мы вывели весь этот лист. И мы можем через индекс выводить конкретный из этого листа конкретный объект. Окей. Вот так записывается tuple, как и в большинстве языков. И тоже мы его можем сразу вывести. Так записывается set. Давайте это уберу. Set множество. Оно сохраняет только уникальное значение. Структура в виде дерева. И что оно нам выведет? Мы записали два одинаковых значения 123, поэтому оно его не будет сохранять. И сохранит только 123-124. Дальше. Вот так выглядит структура типа dictionary или словарь. И мы можем записывать ключ значения. По идее мы можем записывать разные типы данных. И все будет окей. Так можно обращаться через ключ-ключ. Ключ 3. И оно нам выведет значение, значение Apple. Вот. Это был вступительный ознакомительный урок. Надеюсь, вам понравилось. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok